Уважаемые любители рыбалки, рыбалка ловли на канале Северфокс. Сегодня хотел бы рассказать о такой вещи как спальник. Спальник необходим для тех рыбалок, именно для тех переходов, на которых вы собираетесь ехать на более продолжительное время. Это отсуток там и более. Я пользуюсь спальником фирмы Nordway. Покупал ее в одном из спортивных магазинов. Экстремальная температура плюс 3. Более или менее удобная, комфортная температура. По спальнику, по ощущению, в термобелье я в нем спал. Это до плюс 5 градусов. Ездил я на весеннюю рыбалку. Это было начало мая. Было холодное. Начало мая, было два раза назад. И температура была ночью около нуля. Минус плюс-минус 1 градус. Довольно-таки прохладно. И для этого спальника это было испытание своего рода. Вот. Соответственно, размер здесь элька. Так. Вот. Размер элька. То есть это 180 сантиметров. Рост у меня. Рост 173. Мне его, соответственно, за глаза хватило. Вот. Рассветка у него такая интересная. Я убрал. Сейчас я вам достану и покажу. Стоит он, в принципе, не так дорого. Тоже, я его считаю, одним из бюджетных спальников из тех, кто у меня есть. Вот. Ну. Рассветка у него такая вот. Интересно. Можете посмотреть. Красно-оранжевый. Внутри он еще и желтый. То есть спальник довольно-таки теплый. Ловил. Пробовал я его с собой брать и на рыбалке. То есть спать. Комфортно у него спать. Если температура окружающей среды от плюс 10, то вам будет в этом спальнике жарко. Стоит этот спальник где-то в районе 1700 до 2000. Вот. Мне он понравился. Вот внутри есть такой кармашек для документов или фонарика. Вот. Можете использовать, соответственно. Есть капюшон. Есть застежка сбоку. Застежка справа. Вот. Ну и, соответственно, липушка. Вот. Спальник классный, здоровский. Мне понравился. Пользуюсь я им постоянно. То есть на рыбалке или куда-то, если там. Для переходов, для туристических куда-то я отправляюсь. Там более суток или двое. Вот. Я его беру всегда с собой. Весит. Он там порядка 400 грамм. Не тяжелый. Стримальная температура, которая использована, то, что пишет производитель, это до минус 5 градусов. Я в нем спал до минус 1-2 градусов. Прохладно довольно-таки. Честно скажу, даже в термобелье. Вот. Спальник интересный. Мне понравился. Довольно-таки дешевый. Если вы в качестве подарка будете кому-то приобретать, там, для тех же самых лещатников или карпятников, которые любят, да, приехать на природу, вырастают спиннинги и там в вечернее время выставить своего рода пищалки, если у него завтра клево, и лечь спать. То есть, если у вас кто-то занимается, взрослым, как я советую взять, в принципе, цена-качество. Весьма и весьма будет оптимальна. Те, кто будет пробовать, советую брать. В принципе, все. Все, что я хотел сказать, это толстное жжение, которым я пользуюсь уже, наверное, на протяжении, я не знаю, года 4, наверное, ему. Мне даже побольше, лет 5 ему. Вот. Я возьму спальнику. Вот. Я пользуюсь. Прикольная, хорошая штука. Теплая. Можно даже в качестве одеяла с собой брать. Вот. Все. Если кому понравилось видео, я надеюсь, это было полезное видео для начинающих, для тех, кто не знает, какой спальник себе приобрести. Вот. Это будет самый оптимальный вариант. Все. Вы были на канале Селерфокс. Увидимся. Пока-пока. Селерфокс.